Вот кивотчик из пружинной стали. Друзья, всем привет! Хочу немножко рассказать. Столкнулся я такой вещью на рыбалке, как мормышить, ловить на мормышку, сильный ветер. Погода в этом году у нас не радует, как по теплой зиме, по ветреной зиме. И на те кивки, которые я рыбачу, точнее на лавсановые, проводку в ветреную погоду делать, можно сказать, невозможно, а просто ужасно. Ее не видно, амплитуды нету, частоты нету, ветер гуляет. Ну, посмотрел несколько роликов по интернету, как говорится, намотал себе на уст, поехал по магазинам, поездил по нашим. И вот один мой хороший знакомый, он работает в магазине, предложил мне попробовать вот такой вот кивотчик из пружинной стали. Я там не помню, как он называется, от Олега Баранова, вроде написано он. Там было предоставлено, как бы, на витрине четыре разных кивочка, от 0,3 и там до 1,5 грамма. Вот я остановился на 0,5 граммах. Вот такой вот кивочек Олега Баранова из пружинной стали. На первый взгляд он так достаточно добротно сделан, все красиво, все под конус, все кембрики, все отлично. И вот посмотрел я ролики. Да, действительно, такие кивочки себя зарекомендовали в ветряную погоду. Как говорится, им ветер нипочем. Но сейчас сделаю монтаж удочки. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, друзья, я закончил монтаж удочки. Вот такой вот кивочек, который будет работать у нас в безветренную погоду. Применяю здесь вольфрамовую мормышку. Вольфрам. И вот такой вот кивочек у нас сегодня получается. Вот где-то получается у нас градусов 30. Ну, ребят, осталось теперь это все проверить нам на водоеме. Точнее расскажу где-то порядка 10 проводов, которые я знаю. Ну, где-то вычитал, где-то посмотрел, где-то придумал. Сейчас мы заканчиваем и уже, как говорится, переместимся на водоем. И там я уже вам покажу проводки, которые я знаю. Ну, назовем их ТОП-10 проводок. ТОП-10 проводок. ТОП-10 проводок. ТОП-10 проводок. КОНЕЦ 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 А че это вы здесь делаете? А? Кинуто уже кончилось?